Новый год, новые скандалы. Во всяком случае, телеграм-канал «Русский автомобиль» уверяет, что компанию «Солерс» Вадима Швецова внезапно отлучили от марки «Аурус». А кроме того, и состава партнёров проекта вдруг исключили разработчика самих машин «Институт НАМИ». А теперь по порядку. Всем известно, что семейство автомобилей «Кортеж», которое затем начали именовать «Единой модульной платформой», разработало подчинённое Минпромторгу федеральное государственное унитарное предприятие НАМИ. Для выпуска товарных автомобилей уже под маркой «Аурус» было создано одноимённое ООО. Пост гендиректора последнего занял Адиль Ширинов, один из топ-менеджеров компании «Солерс», который вдобавок руководит ульяновским автозаводом. Причём здесь вообще «Солерс». Всё просто. Он выступил индустриальным партнёром. Штамповка кузовных элементов, а также сварка, грунтовка и окраска кузовов происходят на тех же мощностях, где делают российскую версию «Форда Транзит». Но собирают «Аурус Сенат» конечно отдельно. Из транзитовского цеха окрашенные остовы представительских машин перевозят на пару сотен метров на собственный конвейер, что принадлежит самому ООО «Аурус». Формально серийные «Сенаты» стали выпускать под Елабугой ещё 31 мая, но до сих пор производство носит скорее мелкосерийный характер. Дорогущие седаны «Сенат» собрали лишь шесть десятков предоплаченных заказов. Хотя, согласно бизнес-плану, рынок должен ежегодно съедать по шесть сотен таких машин. В итоге в очень высоких кабинетах решили разом найти ответы на оба русских вопроса. Что делать и кто виноват? А консультантом выступил растеховец Сергей Кагогин, что нынче возглавляет сам КАМАЗ. Между прочим, в российском автопроме Сергей Кагогин имеет славу эффективного управленца. Его КАМАЗ сейчас на пике формы. Ещё летом Кагогин стал одним из членов Совета директоров «Ауруса». А вскоре он или его ставленник возглавит компанию. На «МИ и Солерс» по сведениям канала «Русский автомобиль» выйдут из числа учредителей, передав свои доли некой структуре госкорпорации «Ростех». Сама марка «Аурус» подтвердила, что Адиль Ширинов покинул пост гендиректора. Его кресло, правда, с приставкой «ИО», примерил Николай Ходосевич, ранее занимавший пост исполнительного директора. В дальнейшем не исключается, что к руководству присоединится некий новый участник. А вот выход на «МИ» и «Солерса» из состава акционеров сам «Аурус» пока категорически опровергает.